Уникальное оборудование для Скифа создают новосибирские физики. Клестроны, источники питания для мощных ускорителей, заряженных частиц, раньше производили в США, Франции и Японии. Для Скифа их планировали купить как раз в стране восходящего солнца. Не удалось из-за санкций. Как сибирские ученые освоили новую технологию, знал Александр Сульдин. Это и есть клестрон, важнейшая часть сибирского кольцевого источника фотонов, можно сказать, его батарейка. Для начала, как работает Скиф. Это большая труба, если очень грубо, по которой движутся заряженные частицы электронной. Возникает световое излучение, его малейшие частицы фотонов выходят из этой трубы, и ими можно как рентгеном просвечивать различные материалы и изучать благодаря этому различные процессы. В самых разных отраслях знания только до мельчайших подробностей, можно сказать, на атомах, потому что излучение очень сильное. Так вот, эти частицы электронные разгоняются магнитным полем, который получают благодаря вот этому вот оборудованию. Сложности были в том, что максимально были представлены оборудования и комплектующие, которые производятся в странах, ведущих зарубежных странах, которые, в общем, присоединились к санкциям против Российской Федерации. Поэтому возникла, ну, собственно, необходимость как-то решать эти вопросы. Теперь такой технологией обладают и в России, и при этом в Новосибирске, исключительно в Институте ядерной физики Новосибирского академгородка. И это устройство такое хитрое, в нем, так сказать, специалисты говорят, что пока шишек не набьешь, сделав несколько неработающих прототипов, работающие не получатся. Потому что потом, если получились, то тогда их довольно просто в сирене делать. Потому что знаешь все мелкие ноу-хау, которые нужны для этого. И вот, в конце концов, спустя год, мы действительно имеем этот клестрон. Он работает уже около месяца надежно в хорошем режиме. Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук обладает своим производством. И здесь вот такие клестроны чуть ли не в серию собрались пускать. По крайней мере, полный комплект для СКИФа. Три действующих и один запасной выпустят в будущем году. Александр Срудин, Валерий Павлов, Новости ОТС.